Народ, привет! Меня зовут Виталий. Первые покатушки. Второй месяц 2020 года, февраль месяц. Итак, сегодня наболевшая тема. Дастер 2 литра, 215 резина. Сегодня никто стравливаться не будет. Трехдверная Нива, резина 215 тоже не стравливается. Сегодня покатаемся по снегу, по проходимости посмотрим. Потом перетягиваемся. Нивы с Дастером будем перетягиваться. Ну и мою 31-ю потом загоним. Оператора нету, приходится самому все снимать. Так что сейчас я иду туда и посмотрим проходимость автомобилей Нивы и Дастер. Так, ребята, тест у нас начался по проходимости автомобилей. Дастер. Трехдверная Нива. В Ниве самоблоков никаких нету. Дастер 2 литровый у нас. Резина у всех одинаковая. 215 шипованная. Нивы пока проходят. Снег сухой сегодня. Давайте посмотрим. Напоминаю, снег сегодня сухой. Дастер у нас 2 литра. ESP нету. Такой же автомобиль, как и Нива. Ну, на данный момент Нива выигрывает. На данный момент. Хотя и Дастер молодец. До этого были покатушки. Дастер показал отличный результат. У Нивы 83 лошадиных силы. Я думаю, что дальше они пока никак не проедутся. Но у Нивы ход еще есть. То есть Нива еще, видите, сама пытается пробиться. Дастер уже на пузо присел немножко. За счет того, что у Нивы есть свободный ход, разгон набирается. За счет этого она проходит лучше, конечно. Проталкивает. Но я думаю, на этом все и закончится. Вот сейчас, Иван, говорю, блоки, самоблоки было бы, наверное, интересно. Да, в такой ситуации? А куда снега там, снега? Дастер у нас не сдается. Но Нива уже присела. Смотрите, Нива присела. Я думаю, Нива сейчас сможет выйти путем раскачки. Так, у Дастера колеса тоже крутятся. В принципе, я как везу и перед, и зад. Клиренс у автомобилей в принципе одинаковый. У Дастера передняя передача, то есть не передняя передача, а первая передача, это как у Нивы. Вторая пониженная, наверное. Или первая пониженная. Я считаю, что автомобили равнозначные, равнозначные. По проходимости, по резине, они почти одинаковые, автомобили, почти одинаковые. Места другого найти мы не можем. Снега везде много. Заехали на площадку. Дастер сейчас свободный ход наберет. Но снег сегодня не сырой. Сейчас на улице у нас минус 5, минус 6. снег немножко рассыпной. Но глубоко, ребят, здесь глубоко. Однозначно глубоко. Будем смотреть, когда автомобиль уже сам не сможет двигаться. Давайте до этих тогда условий. Как только автомобиль какой-то встал, не сможет выехать, то и будет считаться проигрыш или выигрыш автомобиля. На Ниве сейчас, возможно, накопает и на этом все закончится. Дастер пока есть возможность держаться движения и неплохо двигаться. Напоминаю, дастер едет на газу, на газу. Серега, что у тебя? Паленой резиной. Как вы успехи, Иван? До света. А ты до асфальта, я так понял, достал, да? Жесткая. Я, Серег, думаю, асфальт. Слышишь, она скребет. Да, она и по земле так же. Ну да, возможно, что замерзшая все. Что у тебя? Машина-то едет? Ну, как будет. Нужно не греется, вон 4WD все включено. Да, кстати, вот про автомобили, которые говорят, что губы там по своему. Это когда перегревается, это лампы включается. Сейчас все нормально, да? Все нормально. Так, здесь, вот, смотрите, примерно как. Так, смотрим. Зашли сзада, смотрим, как здесь. Успехи у них. Ну нет, все, я думаю, что Нива накопала, она лунки себе вырыла, в них и остается. Раскачать автомобиль не получается. Ну, дастер, смотрите, грибет, пока грибет. Снега одинаково. Условия абсолютно одинаковые. Вот, вот, сейчас пойдет. Ну что, в этом упражнении на данный момент дастер немножко выигрывает. Хотя у них абсолютно одинаково, они доехали, абсолютно одинаково. Снега, конечно, много. Нива как-нибудь не пытается. Все уже, я думаю, что... Хотя, нет, смотрите, у Нивы раскачка немножко есть, раскачивается. Пытается, еще пытается. Дастер. То же самое, то же самое. Я с тобой согласен. Примерно опять возможности отъехать. Да. Смотри, он еще пытается, пытается. Уже, видишь, место для раскачки у него появилось. Конечно, если были бы стояли самоблоки, да, было бы намного интереснее, намного интереснее. большая разница была. Дальше проезжал, а потом тоже садился. Ну да, так же. Куда деваться? Ну, на той неделе, надеюсь, самоблок мне придет. Уже поставим. Поедем, покатаемся. У нас будет интересно сравнить самоблоки, не самоблоки. да, ну скажите, Иван, вот ты как считаешь, что с Duster-ом-то в принципе одинаково, да? Смотри, здесь есть списки каких-то нету. У нас лег поменьше. У меня просвет меньше. Я сейчас уеду, дастер лопату достал уже. Нет, так-то, если рассуждать, что в принципе автомобили равнозначные по проходимости. У него, говорю, вот помощник, электронных помощников никаких нету. Это примерно так же, как и Нива. И в диагоналку встает, так же у него по диагонали колеса крутятся, как мы в том видео смотрели. У тебя также тоже. Ну, ты уже накопал, конечно, но у тебя ход еще есть. То есть, если помучится, в принципе, можно выйти. У него уже, видишь, поднище снег набило, возможности проехать уже. Снег, да, много. Потом я на своей Ниве попробую вон там проехать. Еще и здесь для интереса. Просто, просто вас сейчас выдернуть, чтобы меня потом можно было выдернуть, а то втроем сидеть здесь неинтересно. не знаю, мы уедем. Ну, здесь, как всегда, каждый хвалит свое бревно, как говорится. Кто на чем ездит, как говорится, какая самая лучшая машина, да? Это машина друга. Так и здесь. А как еще говорят, какая самая лучшая машина? Это новая машина. Поэтому каждый живет по своим возможностям. Ну, в сравнении, мы сравниваем, что автомобили по деньгам, то есть, в принципе, вот минимальная цена за относительно внедорожник, полный привод, 600 тысяч. Ну, и только из этого сравнения только с этим. И дастер в минималке сколько он соит? 800, наверное, там, 900, если там уже полный фарш за миллион. У Нивы фарш один. Ну, вот, смотрите, Нивы пытается выехать, пытается. дастера пока возможности выехать нет. Короткая Нива все-таки пытается и выезжает. Молодец, молодец, Иван, конечно. Серега, а ты про лопату-то читал в комментариях? А? Там все понятно, что дастер не ездит. Сергей, я про лопату-то читал? Ну да, гламурненькая. Специально искал. Чтобы выделяться, да? Да. Так, ну, смотрите, конечно, очень прилично, очень прилично. Куда наше снега по поляму? Да, снега много. Дастер пока самостоятельно выехать не может. Снимаем одним дублем. Так, ну, сейчас мы дастер попробуем толкнуть. Давай, наскажь, какая? Да, он вообще висит. Кто-то там шалкает. Так, ну, дастер хрустительный. Да, приклеился. Приклеился. Ну, заезжай, выдергивай, Ванька. Ну, трогай. Ну, покрути еще. Ну, колеса также по диагонали у тебя крутятся. Все то же самое, что и в Ниве, да? Колеса по диагонали. Никаких помощников, ничего нет. Ну, сейчас он подъедет. Ну, хотя, сейчас четыре колеса крутят. Легче стало. Диагонал встанет? Да нет, вроде. Нива самостоятельно покинула свою траекторию Duster. Ну, я думаю, он же выйдет. Раскачка у него есть. Место для маневра. Вроде как бы раскачивается. Как бы раскачивается. Но сложнее, сложнее. Резина у него новая стоит. Гудеер. Шипованная. Сейчас мы попробуем Duster в клею Нивы загнать. По клиренсу будет уже ясно. Пойдемте, попробуем толкнуть. Ну, вроде немножко ход у тебя есть. Появился немного. А с ручником зачем так? А чтобы задерживать верхних точках. Значит, у нас будет откатываться. подъехать. Нива по колее Duster заехала. Говорит, намного легче. Сейчас ты на его колею заедешь. Посмотрим. Попробуем. Я на твою, ты на мою. Но он уже на твою заехала. Говорит, намного легче. Не, уступать он в любом случае будет, потому что просвет меньше у него. Ну, вот, сейчас грузула заедешь и будет видна высота. Ну, да. Ты потихонечку у вас дерни. Я думаю, он пойдет. Снегу набрал вообще. Да, тут я в сапогах. И то снег уже набираешь. Сильно пока не дергай. Ох! Давай, давай, много еще. Много-много-много. Много-много. Давай-давай-давай-давай. По колее Нивы трехдверной. Напоминаю, резина в обоих одинаковая. 215-я шипы. У всех резина свежая. Но, в принципе, высота одинаковая почти получилась. Брехом ты не полз. клиренс получается тоже почти одинаковый. конечно, там... Клиренс меньше. Меньше. Ты давай, выезжай. Что-то попробую убавить. Или разгон набери. У него шакл весит открученный, по-моему. Но все Достер едет. Достер отличная машина. За свои деньги отличная. Я всегда говорю, что там плюс 300, плюс 400 тысяч. Но, конечно, за современный дизайн какой-то там, да, то, что удобства какие-то там. Нива, понятно, что она устаревшая. Ну, ты гладишь, надострый так не полдолбишь. У него есть тупление начинает гореться, и муфта сейчас сождешься, как долго долбишься. Ну, смотри, вот он сколько ездит, у него муфта вообще пока не греется, не отключается, ничего не делает. Прям не ездит, только поклеение есть. по колее Duster без разгона в натяг. Ну, явно, что не выше. Вань! Утонуть неохота. проехал на метр больше за счет инерции. Конечно, за счет инерции заехал. И все на этом. Все на этом. Также по днище все набрало. Результат одинаковый. Абсолютно одинаковый результат. кто? Сейчас мы их вытащим. Сяду свой автомобиль. Смотрите, Иван-то молодец. Самостоятельно выехал. Ну, тогда пусть Иванова вытаскивает. Нива второй раз самостоятельно выехала. Второй раз. Duster. Второй раз будем выдергивать. выдергивать. ril 3 4 2 2 2 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok очень высокие, это Оренбург, Оренбургская область. Смотрите, тоже неплохо, неплохо. Даст автокрусит. Отлично, отлично. Вот жизнь оператора. Ходишь, снимаешь. Ножками двигаешь, потеешь. Дастер заезжает на горку. Мы там вчера катались. Но здесь тоже много снега. Хотя, вчера вот я так же встал, не смог выехать, но на первой передаче у меня получилось тронуться с этой горки. У дастера пока не получается. Ребята, ну снег, конечно, смотрите. Просто вот идешь. Напоминаю, здесь подъем в учебные горочки. Дастер пытается заехать на нее по накатанной колее. Ну как по накатанной колее. А по колее идешь? Да, по колее идешь. Нормально. Ну все. Сейчас я в сторону отойду. Ну там на спуск. Ну попробуем. Иван. Трехдвездный автомобиль. Хода нету. В натяг пытается заехать. Пытается в натяг заехать. Резина шипованная. Новая. С хода, конечно, заедет легко. Вот, смотрите, встал так же, как и дастер, но легче-легче. Пробует еще раз. Но легче, намного легче дастера проехал, намного легче. Давайте еще раз. Айда, еще раз. Не, не, не. Серег, а ты съедь, встань и попробуй тронуться. В натяг, да? Да, в натяг, без хода. О, пробуй. Все, все. Ну, ладно. Смотрим, дастер? Все, оторвози. Пробуй. Пробуй. Ну да, уже накатана, конечно. Но все равно, дастер, мне кажется, сложнее, да, немножко? Да, он тяжелее, да. А попробуй в натяг тронуться. Не, она не пойдет, хотя бы. Как-то на ней не пойдет. Да. Давай назад. Закопаешься. Не, прям, прям рубил. Ну да, он видишь, и днище его прямо видно здесь. Нет, так он уже проехал здесь. Не, я согласен, что он уже проезжал не один раз. Ну, а здесь или закапывается в снег, отходи сюда, поедет. У меня тут специальное место, что-то меня не задали. Ну, все, отлично, отлично. Иван на моем автомобиле попробует заехать. Здесь на подъеме уже лед, ну и колея, сами видите, высокая. Серега пытается снег сломать. Так, без ключного дифферсала в натяг, пытается проехать Резина-липучка, без пониженной Пока не хочет Нива Урбан 19-го года рождения 23 февраля будет как год Этот автомобиль у меня, так сказать, в моем пользовании Пытаемся в натяг потихонечку проехать Но видно, да, днищем уже снег нагребает Но ходом, конечно, она зайдет Мы пробуем то, что в натяг, как машина пойдет А что, как ехал-то, Ванька? Изначально без ничего ехал Потом все включал, поехал Когда включил, легче пошло? Сейчас попробуй спуститься Я вот не знаю, конечно, спора есть Липучка, шипы У меня сколько автомобиль было И второй автомобиль у меня на липучке катается В основном времена год такие, что снега нету Это в этом году снега прилично В основном потищенный асфальт, конечно И на шипах ездить, оно гремит На липучке она вроде как и едет Шума меньше И можно кататься почти летом Подняться сложно Не хочет Нужен разгон, конечно, автомобиль разгон Ну и под колесами снег выкидывает Машина садится ниже Ну как бы днищем С каждым разом видно, что днища постоянно выталкивает снег Колею пробивает Там лед подснег, у тебя нет шипов Она прям слышно, юзит Ну да, согласен с тобой Пробуем Нива на шипах Ну сравнить разницу Иван сейчас на моей катался На липучке Сейчас на своей, на шипованной Но легче, она легче зашла Или за счет базы То, что днища тяжелее заходит Ну пока вот Короткая Нива На шипах, оля, скользко Что-то 3-4 месяца в Оренбурге Ну да, с достроном На 60 тысяч дешевле И без всякой очереди Вот вы убрали за 720 тысяч Двухлитровый полный привык Ну и после этого В 2013 году? В 2013, да Ровно через год Хрена как привык А сейчас сколько его цена? Взлетели сразу это Вот именно двухлитровый я не смотрел Я 1,6 смотрел Тоже в Самаре Право в этом же автоциалоне Он уже 820 Это 1,6 движок Не двух, а 1,6 То есть цены Тысяча на 150 подскочили Ну вот с этим Но она и Нива тогда дешевле Значительно, по-моему, стоила Сейчас и Нивы Ну что, 600 тысяч Она же ломовая Эта цена Ну разница между машинами То есть 300 она есть, да? Нет, ну получается Если брать Нет, если взять Полный привод Нет, полный привод Вот у тебя твою брать И в Самаре же брать Да, с ним он 680 Ну я же тоже 100 соляй Собернал на 50 тысяч дешевле Да У нас на 620 стояло А я за 580 скупил Да Они здесь ломят на все И на вазы, и на рено На это же, блин Когда-то Мазду На хладыке Так что за машинами Езжайте в Самару Да То есть на 50-60 дешевле И еще без засередей Дешевле В Уренбурге Мне вопрос стоит, что покупать Уазик ленивый Уазик ленивый Уазик новый Дорогой же Уазик вам БУ брать БУ Хороший Уазик Тоже хрен где найдешь Найдешь Хороший У кого есть Уаза Пишите Вот Иван интересуется Уазами Есть у кого хороший Напишите Пусть он Иван Приобретет Если что машину Мне не нравится Танцов Честно скажу Нравится Не нравится А Как бы Что там У отца До нее Были Двишни У меня Как бы Есть сравнение Реально Двишни Ну что Вот мы покатались Первые покатушки Февраля месяца Первые покатушки Приехал Дастер Серега Иван На короткой Ниве Покатались Посравнивали И Я вам скажу так Не утверждаем Мы просто предполагаем И показываем То что мы умеем Как мы умеем ездить То есть это Ну простые Так сказать Сравнения Простые А то некоторые говорят Что мы там утверждаем Нет Без всяких утверждений Просто провели Выходной день Сейчас вот Сальца Покушаем Чайку Попьем Пообщаемся И разъедемся Вам спасибо Что смотрите Ставьте там лайкосы Напишите комментарии Как вы считаете Какие автомобили лучше Напишите Что бы вы хотели Какие-то можете сравнения сделать С какими-то машинами Поищем Вот Ну сам факт Что Нива Дастер Отличный вариант Ребята Отличный вариант За деньги Вот Так что Все Будьте здоровы Сейчас поедем домой Чайку попьем Давайте Пока